Ждал клиентов с расстройством потенции, но навстречу пришли крепкие парни. Добрый день. Полиция главная управления. Вы сейчас что продали? Таблетки Виагра. Таблетки Виагра. Как вас зовут? Да, незапрещенные. Магомед. В коробке у Магомеда лекарства для решения проблем сексуального расстройства у мужчин. Почти тысяча таблеток. Где вы это взяли? Я продавец. Просто у меня начальство есть. Я перепродаю таблетки. Они незапрещенные. Силденофил. Без рецептов продается. В любом интернет-аптеке. На рекламу чудо-средства. В интернете в полицию пожаловались петербуржцы. Оперативники позвонили по указанному номеру. Какую цену? По 900 рублей договаривались за пачку. Но эта контрольная закупка пока поможет привлечь к ответственности только продавца. О таинственных поставщиках Магомед рассказывать не спешит. Склада, как такого, говорю, нет. Человек на машине приезжает, оставляет мне. Я их просто продаю. Они с индийского завода. Они не просрочены. Ничего. Люди заказывают. Вообще много ресурсов, где продается. С свободным доступом, пожалуйста. Можете посмотреть в интернете. Магомеду грозит административная ответственность. Но таблетки отправили на экспертизу. Они вполне могут оказаться подделкой. А ведь этой осенью в Госдуму внесли очередные поправки в уголовный кодекс. Согласно документу, интернет продавцам фальшивых лекарств грозит до 8 лет за решеткой. Это цитата из интервью руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, российской газете. Черный рынок фальсифицированной продукции был вытеснен из официальной розницы в нелегальную продажу через интернет с доставкой на дом курьером. А это доска бесплатных объявлений. Петербург с доставкой на дом предлагают любые таблетки. И никто не гарантирует их подлинность. Подделка лекарств не редкость. Это подпольный завод в Подмосковье. Измело делали таблетки от аллергии от сердца и других серьезных болезней. А это Польша, город Быдгощ. Здесь, в подпольном цеху, штамповали средства от расстройства. Потенции продавали по всей Европе. Впрочем, они вполне могли оказаться и на складе, с которого привозят товар Магомеду. Ежегодно проводится всемирная операция Пангея. В нашей стране ее курирует российское отделение Интерпола. Это общие результаты прошлого года. В ходе рейдов конфисковано 25 миллионов опасных лекарств на полмиллиарда долларов. Проверили 7 тысяч интернет-аптек, почти половину закрыли. Многие сайты часто выдают себя за интернет-аптеки. В последних лекарствах клиент забирает непосредственно в аптеке. Туда его доставляют со склада после виртуального заказа. А там, где препараты предлагают доставить прямо на дом, шансы купить фальшивку увеличиваются в разы.